В Республике Молдова одно из самых совершенных законодательств в области защиты правонациональных меньшинств. Юридическая законодательная база в этом случае не страдает, но если мы будем говорить о реальном положении дел, то в стране, в которой 35% населения представляют не титульную нацию, но в любом случае это часть народа Молдовы, и когда эта часть народа Молдовы на сегодняшний день практически не задействована в управлении государством, в принятии ключевых решений, то безусловно говорить о том, что права национальных меньшинств не нарушаются или соблюдаются в полной мере, было бы некорректно. Вы сегодня посмотрите на состав правительства, посмотрите, что у нас творится в правоохранительных органах, в других государственных структурах. Мы не говорим о первых лицах, даже на уровне вторых и третьих, я имею в виду замминистры, начальники управления. Практически национальное меньшинство в органах государственной власти и государственного управления не представлены. И не представлены не потому, что они не обладают профессиональными или какими-то другими качествами. По-моему, власть должна понимать, что межнациональные согласия и мир могут быть обеспечены только в том случае, когда все граждане Республики Молдова, вне зависимости от национальной, чувствуют себя полноправными гражданами этой страны. И с их мнением считаются, к ним обращаются за помощью не только в период, когда надо подойти к урне и бросить бюллетень за то или иное политическое формирование. А в повседневной жизни мы должны чувствовать, что мы часть этого народа Молдова.